Ричард Спек, американский массовый убийца. Ричард Франклин Спек родился 6 декабря 1941 года в поселке Кирквуд, в шести милях от города Менедж, в западной части штата Иллинойс, в семье Бенджамина Франклина Спека и Маргарет Мэри Спек. Он был седьмым из восьми детей в семье. Вскоре после рождения в 1943 году его младшей сестры Каролины Спек в семье перебралась в Менедж, где его отец устроился на работу упаковщиком товара на одном из коммерческих предприятий. У Спека были очень близкие отношения с отцом, однако тот умер в начале 1947 года от сердечного приступа в возрасте 53 лет. В 1949 году его мать повстречала страхового агента из Техаса, Карала Августа Рудольфа Линдберга, который был полной противоположностью отца Спека. Он был ленивым, обладал сильным пристрастием к алкоголю и был несколько раз задержан полицией за вождение в недрезвом виде. Тем не менее, 10 мая 1950 года они поженились в городе Пала Пинта, штаб Техас. В это время Спека и его младшая сестра оставались с их старшей сестрой Сарой Торрентом, которая к тому времени уже вышла замуж. После того, как Ричард закончил второй класс, он был забран его матерью, и они перебрались в город Санта, что в 40 милях от Форт Уайта в Техасе. Где Спек пошел в третий класс. Через год они перебрались в Даллас, так же, что Техас. В Далласе семья Спека жила в одном из беднейших и неблагополучнейших районов города. Спек ненавидел своего отчима за то, что тот мог не приходить домой по несколько дней. Почти все время пил, избивал и оскорбал Ричарда, а также подвергал его моральному давлению. С 4 по 8 класс он проучился в государственной школе Далласа, где ему нужны были очки для чтения, но он отказывался их носить. В 52 году в автомобильной аварии погиб старший брат Ричарда, 23-летний Роберт Спек. Осенью 57-го 15-летний Ричард поступил в Гроссер Техникал Хай Скул, однако бросил ее в январе 58-го, отчасти из-за проблем с оценками алкоголя. Ричард начал употреблять алкоголь еще в возрасте 13 лет. В конце 56-го, в возрасте 15-ти, он начал напиваться почти каждый день, а в 55-м впервые был задержан полицейским. В течение последующих 8 лет он еще несколько раз подвергался арестам за различные мелкие преступления, совершенные им в основном в состоянии алкогольного опьянения. Ричард работал разнорабочим на предприятии по разливу пива 7-Up Bottling Company. С 24 августа 60-го по 19 июля 63-го в октябре 61-го 19-летний Ричард познакомился с 15-летней Ширли Аннет Мэллом. В ноябре 61-го она забеременела, а 19 января 62-го они поженились. В это время его отчим, мать и 16-летняя сестра Каролина переехали в Калифорнию. 5 июля 62-го Ширли родила спойку дочь Робби Лин. В это время Ричард отбывал трехдневное заключение в местной тюрьме за пьяный дебош и драку в местном баре. В конце июля 63-го Ричард был вновь арестован за кражу в 44 долларов, трех банок пива и пачки сигарет из местного продуктового магазина. 16 сентября он был приговорен в судом к трём годам тюрьмы, однако отсидел полтора года. И 2 января 65-го был условно досрочно освобожден из Хансвилла и Юнет Присона. Через неделю, 9 января 65-го, около 2 часов 20 минут ночи, вооруженный ножом Ричард Спек, напал с целью ограбления на женщину на парковке недалеко от своего дома. Она закричала и преступник скрылся, однако спустя несколько часов он был задержан полицейскими в нескольких кварталах от места происшествия. Ему были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах он был приговорен к 16 месяцам тюрьмы и возвращен в Хансвилл Юнет Присон. Однако из-за ошибки в документах Спек был выпущен уже 2 июля 65-го. С июля по октябрь 65-го Спек работал водителем грузового автомобиля для Patterson Mid Company. Он попадал в аварии на рабочем грузовике по крайней мере 6 раз за время работы, однако причиной его увольнения стало пьянство и прогулы. В декабре 65-го Ширли Аннет Меллоун подала на развод и при рекомендации своей матери Спек ушел жить к знакомой 29-летней женщине, которой нужен был кто-нибудь, кто бы присматривал за ее тремя детьми, пока она была на работе. Во второй половине января 66-го суд принял решение развести Ширли и Ричарда. В конце того же месяца Спек был вновь арестован за то, что в пьяной драке ранил соперника ножом. Ему были предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, однако каким-то чудом Спеку удалось отделаться лишь 10 долларами штрафа и тремя днями заключения. 5 марта 66-го Ричард приобрел автомобиль, а вечером 6 марта украл 70 блоков сигарет из местного магазина, а затем продал их на соседней улице. Спеку стал угрожать арест и 42-летнее тюремное заключение в Далласской тюрьме, поэтому 9 марта с помощью своей 22-летней сестры Каролины он ехал на автобусную остановку, где сел на автобус, следующий в Чикаго. В первые несколько дней Ричард жил у своей старшей сестры Марты Торрентон вместе с ее семьей в Чикаго. Затем вернулся в город своего детства, в Менедж. В первое время он жил с друзьями детства, однако вскоре он повстречал своего брата Говарда, работающего плотника в Менедже, и тот помог ему устроиться на работу шлифовальщиком гипсокартона. 16 марта 66-го он узнал, что его бывшая жена вновь вышла замуж. Это очень огорчило Ричарда, и он 9 дней провел в запое в местном баре до 25 марта. В 30-х числах марта Спек, угрожая ножом, ограбил в туалете местного бара одного из посетителей. 3 апреля он проник в дом одной 65-летней женщины-жительницы Менеджа, связал и изнасиловал ее, а затем украл 2,5 доллара и скрылся. 15 апреля он был допрошен полицейскими по поводу убийства 32-летней барменши Мэри Кау Пирс, которую якобы видел последний раз 9 апреля в 12.45 утра, выходившую из бара вместе со Спеком. Не добившись ничего, они попросили его оставаться в городе для дальнейших допросов, однако он скрылся из города 19 апреля. В тот день он вернулся на квартиру к своей сестре. Она жила в северо-восточной части Чикаго на квартире с мужем Генри, железнодорожником по профессии и двумя дочерьми-подростками. Сара Торрен была медсестрой. Спек рассказал им историю, что якобы ему пришлось бежать из Менеджа, потому что он отказался продавать наркотики по приказу местной мафии. 25 апреля 1966-го его взяли учеником моряка на флот, при этом потребовали фотографию, справку от врача и отпечатки пальцев. Сразу после получения доверенности и разрешения на работу он присоединился к экипажу грузового судна Кларенс Рэндл из 33-х человек. 30 апреля он пошел в свое первое плавание по озеру Мичиган. 3 мая 1966-го был эвакуирован береговой охраной США в госпиталь Святого Иосифа в Хэнхоке, штат Мичиган, где ему был удален аппендикс. 20 мая он был выписан из больницы и вернулся на корабль. 14 июня в состоянии алкогольного опьянения устроил драку с одним из офицеров на корабле и был высажен 15 июня на острове Святого Эльма. Там он сел на поезд и приехал в Хэнхок, штат Мичиган, где некоторое время жил у 28-летней медсестры Джуди Лаканами, с которой познакомился в госпитале Святого Иосифа. 27 июня она дала ему 80 долларов на первое время для нахождения работы, после чего он вернулся в дом сестры в Чикаго. 30 июня его вновь попытался устроить на работу Генри. В пятницу 8 июля Спэк, благодаря своему удостоверению моряка, устроился на работу и стал ожидать назначения на судно. Он почти весь день проторчал в баре. А затем вернулся к сестре на квартиру. В понедельник 11 июля муж сестры, уставший от постоянного пьянства и нахождения Ричарда в его семье, выгнал его из дома и тому пришлось ночевать на черешке для бездомных в районе Восточного парка в Сан-Дибринг, Чикаго. Во вторник 12 июля он наконец получил назначение на танкер SS Sinclair Oil на озере Синклер в штате Индиана. Через 30 минут он на автомобиле прибыл на место, однако оказалось, что его место на танкере уже занято и Спэк вновь остался без работы. Он вернулся в Чикаго, но у него не хватило денег на ночлежку, ему пришлось ночевать в недостроенном доме. Почти весь день 13 июля он провел в местном баре, при этом он угрожал ножом 53-летней Элли Мэй Хуппер, которую он силой заставил привезти его к себе домой, а затем связал изнасилову. Уходя, он похитил из ее комнаты револьвер 22-го калибра и 25 долларов и вернулся назад в бар для продолжения питья. Около 22.20 он покинул бар в состоянии сильного алкогольного опьянения, одетый во все черное, вооруженный двумя ножами и револьвером, и направился в сторону чикагского женского медсестринского общежития. В 23.00 13 июля 66-го 24-летний Ричард ворвался в общежитие и, угрожая ножом и револьвером, связал девятерых медсестер, находившихся там. После этого на протяжении нескольких часов он стал выводить девушек по одной в другие комнаты, где насиловал и убивал их. С последней жертвой Глории Дэви он практиковал некриферию, сначала убив, а лишь потом изнасиловав ее. Единственная выжившая медсестра, Кора Амурао, закатилась под кровать, чем спасла свою жизнь. Она оставалась под кроватью до 6 утра, пока спек, прихватив кое-какие ценные вещи и деньги, не ушел. После чего она выбралась из общежития через окно в своей комнате и начала кричать, «Они все мертвы, все мои друзья убиты!» В результате резни погибли Глория Дэви, Патриция Матушек, Нина Джош Малли, Памела Уалкининг, Сюзанна Феррис, Мэри Энн Джордан, Мерелита Гаргула и Валентина Песион. Сразу после прибытия полиции на место, Кора была увезена в больницу в состоянии сильного шока и с несколькими ножевыми ранениями. Оперативную группу по розыску преступников возглавил лейтенант управления Чикагской полиции Эмиль Гизе. Он сравнил оставленное на месте преступление отпечатки пальцев с предоставленным ФБР досье и получил совпадение. Полиция вышла на след подозреваемого 15 июля. Спек, пьющий недалеко от места преступления, был замечен бродягой Клодом Лунсфордом. В это время полиция составила по его описанию фоторобот Ричарда и разослала его во все газеты. 16 июля около 20.30 Лунсфорд позвонил в полицию и сказал, что подозреваемый замечен входящим в отель Стар. Однако полиция не обратила никакого внимания на звонок бродяги. В номере отеля Спек в ночь на 17 июля попытался покончить с собой, вскрыв себя верно. Однако он был доставлен в больницу графства Кук в 12.30 ночи. В больнице Спека опознал 25-летний доктор Лерой Смит, читавший незадолго до этого заметку о преступлении Спека в газете. Прибывшая полиция арестовала Ричарда, при этом не имея сомнений, что именно он совершил массовое убийство. Для того, чтобы выяснить, был ли вменяем Спек, при совершении преступлений была создана специальная комиссия из трех врачей, однако этого не было достаточно, и к ним присоединились еще несколько. В итоге общая комиссия составила 5 психиатров и 1 хирург. Пока они разбирали психику Спека, тот в это время проходил курс психотерапии по два раза в неделю в тюрьме округа Кук у тюремного психиатра доктора Марвина Зипрона. В своем отчете о состоянии Ричарда тот писал, что преступник чувствует вину и раскаяние в своих действиях, а также страдает клинической депрессией. Наряду с сильной ненавистью к женщинам, у него присутствует такая же сильная любовь к матери и сестрам. Также у Спека вследствие раннего начала употребления алкоголя имелись некоторые органические поражения головного мозга, которые отразились на психике Ричарда. В итоге психологическая экспертиза, длившаяся с 29 июля 1966 по 13 февраля 1967, завершилась и в своем докладе комиссия признала его полностью обменяемым на момент совершения преступления. Сам доктор Зипрон был отстранен от дачи показаний на суде по причине того, что писал книгу о Спеке с целью получения финансовой выгоды. За это он также был уволен с работы. Однако книга была опубликована летом 1967 с согласия Спека. Суд начался 3 апреля 1967 года. 25-летнему Ричарду предъявили обвинение в 8 умышленных убийствах, изнасиловании, покушении на убийство, повлекшем за собой телесные повреждения, грабежи и незаконном вношении оружия. Имелся в виду револьвер, украденный из дома Эллы Мэй Хупер. Суд также не учел преступления, совершенные Спеком в марте и апреле 1966. На суде Спек заявил, что совершал все свои преступления под воздействием наркотиков и алкоголя и не отвечал за свои действия. Также он заявил, что не собирался убивать девушек в общежитии, а первоначально лишь хотел ограбить их. Единственная выжившая жертва опознала Ричарда Спека на суде. Лейтенант Эмиль Гизе выступил с заявлением о совпадении отпечатков пальцев Спека с отпечатками пальцев, найденными на месте преступления. 15 апреля 1967 года после 50-минутного совещания суд признал Ричарда Спека обменяемым и виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к смертной казни на электрическом стуле. Спек подал апелляцию, однако 5 июня 1967 приговор был оставлен без изменений. Спек тут же подал последнюю возможную апелляцию в Верховный суд штата Иллинойс, который 22 ноября 1968 также приговорил Ричарда к смертной казни на электрическом стуле. 28 июня 1971 Федеральный суд США принял решение направить дело Ричарда на пересмотр. Причиной этому стало обвинение со стороны штата Джорджия о неконституционности смертной казни в США. 29 июня 1972 Верховный суд штата Иллинойс начал пересмотр дела Ричарда. 21 ноября 1972 в городе Пиория судья Ричард Фиджеральд повторно приговорил 30-летнего Ричарда Спека к 8 пожизненным срокам по 150 лет или 1200 годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 10 лет с момента начала срока вместо смертной казни. Начиная с 15 сентября 1976 года Ричард 7 раз подавал прошение о помиловании и условно-досрочном освобождении в 1976, 1977, 1978, 1981, 1984, 1987 и 1990 годах. После замены смертной казни пожизненным заключением, Ричард Спек был переведен из камеры смертника в общую зону тюрьмы, первого уровня, Stateville Correctional Center, в городе Крестхилл, Иллинойс. В тюрьме он держал двух голубей, которые прилетали к нему и которых он кормил. В тюрьме немного общался с другими заключенными и прославил себя больше как одиночка. Он никогда не был образцовым заключенным. Несколько раз его ловили за употребление и распространение наркотиков, а также за самогоноварение. Однако он никогда не боялся дисциплинарных взысканий и всегда говорил, «Вы не можете сделать мне хуже, я и так приговорен к 1200 годам тюрьмы». Также в тюрьме он хранил коллекцию марок и аудиокассет. По отбытии 10 лет начальник тюрьмы разрешил ему хранить камеры радио. Спек также проявлял активность на тюремных работах. Чаще всего его посылали красить стены, либо вычищать мусоросклады. Также ему разрешалось читать газеты. Так, в 1978 году, после того, как его посетил журналист Боб Грин, Спек сам читал колонку своего интервью в Чикаго Трибун. Это было первое интервью, где Ричард публично признал свое убийство, а также заявил, что планирует получить условно-досрочное освобождение до 2000 года. И заявил, что после освобождения планирует заняться бизнесом и открыть свой собственный магазин. Когда Грин спросил, не пытался ли Спек сравнить себя с другими знаменитыми преступниками, например, Джоном Диллинджером, Ричард заявил, что я не такой, как они, я единоличный. Также он говорил, что раскаивается о своем преступлении и сказал, что если бы он мог вернуть тот день, то он бы просто ограбил их и никого не убивал и не насиловал. Когда один из заключенных спросил его, почему тот убил студенток, Спек в шутку ответил, это был просто не их день. Также в 1988 году появились слухи о том, что Спек оказывал оральные услуги другим заключенным за дозу кокаина или героина. Ричард Спек скончался в 6 часов 5 минут утра 5 декабря 1991 года в тюремной больнице Silver Cross Hospital, куда был доставлен жалобами на боль в груди, от сердечного приступа всего за день до своего 50-летия. Сестры и братья Ричарда отказались от его тела, так как боялись осквернения его могилы. В итоге его тело было кремировано в присутствии тюремного священника, начальника тюрьмы и нескольких охранников, и прах был развеян в неизвестном месте. По описанию тюремного священника, они всего лишь прочитали несколько молитв, а затем развеяли прах Спека.